Всем привет, друзья! Мне практически каждый день пишут в Инстаграме, ВКонтакте. Кстати, вот тут ссылочка на Инстаграм, подпишитесь обязательно. Спрашивают, как накачать пресс? Такое чувство, как будто люди просто не заходят на мой канал, потому что тут каждое десятое видео это про пресс. Итак, если вы не знаете, как накачать пресс, возможно, вы хотите его накачать дома, да? Я давно не снимал про домашние упражнения, поэтому сегодня будет два лучших упражнения для дома. Это не просто два рандомных лучших упражнения для дома, это два упражнения, которые друг другу сопутствуют. Например, первое упражнение, оно будет проделывать вам рельеф пресса, а второе упражнение будет делать вам глубину пресса, прорабатывать вашу глубину пресса. Вы готовы начать? Тогда погнали! Первому упражнению я сам придумал название, я его назвал «Воздушный гимнаст». Почему? Потому что в этом упражнении мы, идя по воздуху, превращаемся в такую, знаете, телебашню. Встаем вверх и обратно по воздуху спускаемся вниз. На самом деле это упражнение хорошо тем, что когда мы поднимаем вот ноги туда-сюда, туда-сюда, ими работаем, это прокачивает обе половинки нашего пресса. Когда мы поднимаем тело, да, и встаем вот в это вертикальное положение, то уже у нас прорабатывается целая часть пресса, и получается двойной эффект. Мы прорабатываем и половинки, и сразу же весь пресс. Идет двойной эффект. В этом упражнении очень важно не просто поднимать наши ноги вверх, а поднимать все туловище вместе с ногами. То есть это получается просто очень прямая такая линия идет, и мы встаем в конечном итоге практически на нашу шею. То есть не просто лежим на спине, а практически встаем на шею, я бы сказал, на трапецию. Когда мы спускаемся вниз, то мы не должны просто класть наши ноги на пол, а мы должны остановиться и задержать вот от пола где-то в 5 сантиметрах, чтобы нагрузка всегда была на нашем прессе. И потом обратное движение делаем вверх. И так повторяем 5 раз. И не забывайте, что когда вы выполняете это упражнение, то вам нужно выполнять такие хлестательные движения ногами, то есть как будто вы по воде бьете. Как я и сказал, это упражнение будет прорабатывать именно наш рельеф пресса. Второе упражнение это стандартные скручивания с гантелей. Это будет уже прорабатывать нашу глубину пресса, потому что глубина также очень важна. Многие люди спрашивают, почему у меня пресс виден, но он не такой красивый, как у крутых там атлетов, у которых пресс прям вот такими кубиками выпирает. А потому что вы не прорабатываете глубину пресса. А это нужно обязательно делать, если вы хотите, чтобы пресс был красивым и выделялся из толпы, так скажем. Сразу же скажу, я всегда качал этим упражнением свой пресс. Это основное упражнение для моего пресса было на протяжении 5 лет. Я его бомбил и в зале, и дома с гантелей. Обязательно выполняется с гантелей. В этом упражнении очень важно, когда вы опускаетесь вниз, то не надо ложиться на пол. Вы должны, опять же, сантиметров 10-5, вы не должны докасаться до пола, а держите свое тело постоянно в напряжении, чтобы получал постоянно нагрузку. Вверх вам тоже не нужно на полную. Где-то до середины доходите и идете опять вниз. Самое важное, это вам нужно понимать, что пресс постоянно должен быть под нагрузкой. Не надо его расслаблять. Вы должны чувствовать, как будто он постоянно натянутый, как тросы. То есть в нижней фазе он натянутый, в верхней натянутый. Вы не должны давать ему послаблений. Обычно я делаю в этом упражнении 5-6 подходов. Смотрите, как я делаю. Сначала на первый подход я беру максимальный вес, которым я могу сделать 12 раз где-то. Потом я убираю вес немножко, делаю меньше, естественно, и делаю с более меньшим весом. Потом на третий подход еще меньше, еще меньше, еще меньше. И на последний подход я уже делаю без веса. Это просто добивание получается. В итоге делаем таких 5-6 подходов по 10-12 повторений. И в первом упражнении также делаем 5-6 подходов по 5-6 повторений. Вот и все, друзья. Очень все просто. Я надеюсь, вам понравилось объяснение. Поэтому поставьте лайк, потому что лайки этот всегда прикольно. Они мотивируют блогеров делать новые видео. Когда вы пишите хорошие комментарии, тоже мотивируют. Пишите комментарии. Чем больше, тем лучше. Я все читаю. Спасибо за внимание. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пока.